На этой неделе весь мир стал свидетелем запуска другого масштабного проекта «Сила Сибири» или, как его прозвали журналисты, «Царь газопровод». Он построен под контракт с единственным покупателем – Китаем. России пришлось с нуля разработать новые месторождения, построить трубу там, где раньше даже дорог не было. Так в чем же «Сила Сибири» попыталась понять наш специальный корреспондент Маргарита Горылова. Расстояние не преграда. У Москвы и Пекина теперь железобетонная связь. Запущен в работу газопровод «Сила Сибири». Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана. Команду на открытие линейного крана. Разрешаю. Диспетчер, прошу открыть линейный кран. Линейный кран на границе с Китайской Народной Республикой открыт. Подача газа началась. Поздравляю. Газ в Китае идет отсюда, с Чаиндинского месторождения. Это в Якутии. Газовики здесь почти как полярники. Работают в глуши, на километры не души. Вокруг тайга, дикие звери, зимой мороз под минус 60. Скважины от центра управления находятся в 10 километрах. За ними наблюдают дистанционно. Нажатием кнопки можно поднять давление в системе или выключить насосы. Тысячи-тысячи датчиков, сотни тысяч кабелей проложены, чтобы вся информация стекалась именно сюда. Под контролем каждый метр. А протянули от Чаинды до границы с Китаем 2200 километров магистрали. Тянули пять лет. Сначала спецтехнику везли баржами по реке Лена. Другого пути сюда нет. Построили причал, чтобы принимать части газопровода и пошли вглубь тайги. Начало строительства совпало с санкциями против России. Но, как говорится, нет худа без добра. Вся страна участвовала в создании этого комплекса. Более 800 предприятий со всех концов России. Одни только трубы производили сразу на трех заводах. Ленинградская область, Нижегородская и Челябинская. Среди строителей были и те, кто возводил Крымский мост. Проект технически сложный практически тоже. Газопровод прошел даже по дну Амура. Сразу две ветки, основную и запасную, строили под водой. В этом проекте мы используем самые тонкие трубы в Китае. Они прочные. Трубы бесшовные. Газ по ним идет с низким сопротивлением, а значит быстрее. Главная трудность в том, что все это мы делаем в первый раз. Таких проектов в Китае до сих пор еще не было. И даже во всем мире их очень мало. Китайская часть силы Сибири идет через всю страну. С севера на юг, до Шанхая. Российский газ в Поднебесной жизненно необходим. В Китае более 60% электричества вырабатывается угольными электростанциями, зачастую довольно примитивными. Они приводят к очень тяжелой экологической ситуации. Она близка к бедственной. Поэтому им нужен газ из разных источников все больше и больше. А сила Сибири станет еще мощнее. Сейчас строят второй участок газопровода. 800 километров от Кавыгтинского месторождения Иркутской области тянут до Чаиндинского. Каждый год в Китае планируют перекачивать 38 миллиардов кубометров газа. Запасы есть. Их хватит надолго, рассчитали специалисты «Газпрома». Вы улыбаетесь. Мы в Китае 300 лет можем вставлять газ. Стоимость контракта, оценка его в прошлом году была 400 миллиардов долларов. В этом году 400 миллиардов долларов. И еще через несколько лет тоже 400 миллиардов долларов. На 30 лет. Экономических дивидендов у проекта много. О них Владимир Путин говорил еще в самом начале строительства. Этот проект даст нам возможность нам, России, не только поставлять газ на экспорт. Он даст нам возможность развивать газификацию своей собственной страны. Это даст нам возможность подтолкнуть развитие в этом регионе, да и во всей стране, машиностроения, металлургическую промышленность, трубную промышленность, химическую промышленность. Это огромные капиталовложения, создание новых рабочих мест. Все идет по плану. В Амурской области помимо газоперерабатывающего завода строят газохимический комплекс. Там будут расщеплять природный газ на все доступные элементы таблицы Менделеева. Простой очищенный метан пойдет в Китай. Все остальные соединения останутся на переработке в России. Из них будут делать пластик, паучук, полиэтилен. Тот газ, который идет по этой системе, он комплексный. В частности, в нем есть гель. И просто так вот этот особо ценный стратегический продукт поставлять в виде топлива, чтобы потом он сжигался, ну или с тем, чтобы наши китайские друзья на своих газоперерабатывающих заводах и его перерабатывали. Это, конечно, неправильно. Крупнейшая система транспортировки газа на востоке России. Со времен Советского Союза на такие проекты не замахивались. А они, как показала практика, по силам. Сила Сибири не по зубам, только конкурентам. Жиженный природный газ из Австралии, Китае уже не нужен в прежних объемах. У Поднебесной появился другой, надежный поставщик. Загарита Грыла, Владимир Сераухов, Александр Александров, Александр Зазури. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова